Девушки отдыхают 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 Вырос в городе Владивостоке, на Тихом океане, потом придумал группу «Муми и тролль», потом группа «Муми и тролль» записывала свои песни, которые стали популярны с течением времени за пределами своего родного города. И вот некоторые из вас, оказывается, их тоже узнали, некоторые даже полюбили. Что происходит в песнях, иногда хорошо перекладывается на язык кино или просто обычной литературы. Встретив единомышленника в лице, опять же, дальневосточника Василия Авченко, мы решили с ним мифы, легенды и просто фантастические истории о своем городе, которые никогда там не происходили, облечь в культурное произведение. Это и стало поводом для нашей сегодняшней встречи. Спасибо большое. Дело в том, что я раньше ничего фантастического не писал вообще, тогда как творчество группы «Муми и тролль» было все-таки фантастическим в каком-то смысле. Там постоянно есть обращение и к космосу, и к другим вопросам. Поэтому то, что вот теперь мы написали эту книгу, которую мы назвали «Фантастической киноповестью», для меня это, конечно, самая настоящая фантастика, но, наверное, фантастика вполне научная, судя по тому, что она реализована. И что я сюда прилетел из Владивостока, чтобы поучаствовать в презентации нашей книжки, чему я очень рад. Я думаю, на этой дружественной ночи мне и перейдем. Первый ли это ваш с такого рода проект, первый ли это ваша книга, или у вас уже есть опыт творчества, письма? Определенный опыт у меня лично был. Мое первое законченное литературное произведение, которое, кстати, было научно-то фантастическим рассказом, я писал в области в восемь лет, в девяти лет. Семецветная палочка, и до сих пор еще не было издана. Хотя я думаю, что успех и прорыв, как кто-то выразился, литературные книги Владивостоль 2000 сподвигнет издателей на то, чтобы обратиться и к более моему раннему творчеству. Семецветная палочка рассказывает о специальной космической технологии, которая состоит из семи ступеней, позволяющей уничтожать галактические зла. Это было моим первым произведением. Что касается Василия, то у него были менее юмористические и фантастические произведения, о которых он расскажет сейчас сам. Да, дело в том, что я года два назад издал в Москве документальный роман «Правая руль». Собственно, ничего юмористического там не было, хотя что-то, наверное, было, который был посвящен японским автомобилям и Дальнему Востоку. Ну вот, Илья решил, что человек, написавший эту книгу, может составить ему компанию в написании другой книги. И я бы еще добавил, что Илья не так давно выпустил книгу «Мой Восток», документально-лирическую, да? Скорее всего, да, ее можно назвать такой. О российском Дальнем Востоке, о Китае, Японии. Поэтому, конечно, литературный опыт для нас обоих, он не первый, но первый в смысле формы, да? В смысле жанра. Да, что касается моей книги «Мой Восток», то там есть даже упоминания о Казахстане. Дело в том, что один из моих хороших приятелей из Астаны учился со мной в университете в Китайской Народной Республике. Там даже есть его фотография, значит. Видите, как переплетаются судьбы главных героев. А вы планируете вообще продолжать свое совместное творчество в первую очередь и ваше творчество Илья в дальнейшем? Дело в том, что, в общем-то, совместное творчество мы начали с разговоров о создании вот такого кинематографического полотна в первую очередь. Но дабы не откладывать в долгий ящик большое производство, решили начать с киноповести. Так что я думаю, что... Продолжение следует...